Железные машины Планета нам подарила свой дом Для созидания и работы Чтоб жили люди тут потом Со счастьем просто без заботы Долой все пороки, сказали пророки Нельзя повторять негатива Уроки, храни вас Господь Люди нашей планеты Поймите, ведь жизнь — это предков заветы Земля — это то, что от них нам досталось Веками по крохам в трудах собиралось Жить нужно людьми, не казаться, а быть Пришло наше время, нельзя все забыть Добрый день, для начала хочу сказать следующее Переходите на мои каналы в Рутуб и Яндекс Дзен Два избежания каких-либо катаклизмов с Ютубом Ну, разные говорят, не буду утверждать эти слухи Но все может быть Чтоб не потеряться и не потерять друг друга Переходите на мои каналы в Яндекс Дзен и в Рутуб Ссылку оставляю под этим роликом Добрый день Еду смотреть МАН В лизинговую компанию заявляют, что машина Евро Пятая Хотя машина свежая, сейчас не помню год выпуска Вроде как недавно изъяли И она стоит на лизинговой площадке На самом деле, чем не хороши варианты с лизинговыми площадками? Тем, что ее автомобиль изымает в том виде, в котором он находится И нередко этот вид настолько удручающий Там нет аккумуляторов, нет дизельного топлива Ну и так далее Машину как-нибудь заставят, поставят в ряд ее оттуда вытащить Невозможно кабину поднять, нереально В общем, разные случаи бывают На этой площадке я не был Даже не знаю, какой она лизинговой компании Но надеюсь, что все получится Но и тем не менее заявляют, что машина Евро Пятая Хотя машина Евро Пятая сейчас Ну практически Хотя я знаю одно место, где продают новые Евро Пятые МАНы И они действительно Евро Пятая Сейчас не помню ценник, но ценник такой Как за новый автомобиль Впереди камера на разметку Поиски автомобилей на лизинговых площадках Они тоже имеют место быть Но там надо разбираться Собственно говоря, с переуступкой лизинга Какой долг там и так далее То есть, чтобы эта вся сделка проходила в правовом поле Потому что у меня, допустим, не один клиент, который купил себе автомобиль грузовой Именно с лизинговой площадки И в принципе люди эксплуатируют машины и все в принципе хорошо Впереди камера на разметку Итак, едем со мной Будем посмотреть И да, в Москве В Москве случается ДТП, как вы видите На самом деле очень неправильная позиция Вот этих вот людей, которые управляют коммерческим транспортом Орать на маленькие машинки Потому что, ну, надо понимать, что Наработка в часах В пробегах У водителей маленьких автомобилей Значительно меньше, чем у профессиональных автомобилей Навыки вождения у них значительно хуже И не надо орать Надо просто понимать, что вас окружает И исходя из этого Выбирать свой ритм движения Свой стиль вождения автомобиля Соответственно, угадывать надо ситуацию На два, на три шага вперед Угадаешь ситуацию Как угадать? Угадывать Вы ее должны анализировать То есть мозг водителя работает как компьютер Он анализирует ситуацию И в любой момент он способен К каким-то правильным действиям Вот это правильное поведение водителя Будешь так делать, останешься цел Не будешь так делать Все закончится плохо Часто Не часто доводится работать в Москве Видите, колесо оборзения Много сегодня аварий Почему-то день какой-то такой В полосе МАЗ перестраивался Ну и вот нам, пожалуйста, профессиональный водитель Не ошибается Тот, кто ничего не делает Да, я понимаю, что он справа не видит внизу Что у него перед бампером Но все-таки Не ошибается Тот, кто ничего не делает Нет абсолютных водителей Так или иначе Даже самые опытные водители Иногда ошибаются Продолжается то же самое Мне обещали, что машина будет рассыплена Можно будет поднять кабину Будет представитель Первое Представителя компании нет Второе Машина стоит у забора Третье На тебе, говорит, ключи Сами там все разбирайтесь Как можно лезть В чужую машину Которая тебе не принадлежит Это уголовная статья Соответственно, машина не рассыплена Вот такой вот подход Жду час Человека-представителя Из техно-лизинга Не приедет Разворачиваюсь и уезжаю Вот подход Сна ключи Сам все делай Отгоняй Заводи Снимай Кабину поднимай Это уголовная статья Чистейшей воды Потому что вот Кто мне скажет Машина сейчас в угоне И кому она принадлежит Почему она стоит здесь Под мостом На этой площадке Может ее угнали Я ж не знаю Автомобиль зацеплен За полуприцепом Впереди забор Подойти к нему нельзя Резина Тренджел Правая задняя Остатк вот такой Сидельное устройство Крепления снимались Хорошо Очень видно С правой стороны Кабина в точечной сварке 18 440 евро 5 Внешнюю дорожку Как справа Так и слева Ест Диск термоза Прилично поношен Вин номер Последние цифры 188 315 О том что кабину поднять Речи быть не может Он стоит Вплотную к забору Правую сторону И левую Внешнюю дорожку Ест Течет фильтр Отстойник Резинка Мокрое пятно Судя по всему Машина чернит Тоже черное пятно А раз чернит Значит много воздуха Мало Ой наоборот Много топлива Мало воздуха Коробка Траксон С левой стороны Кабина в точечной сварке Задняя резина Слева Трэнджел Это не его родная Чем это все дело продолжалось Вышел мальчик Представитель Якобы лизинговой компании Тоже не совсем русский С паспортом И с доверенностью За 23 год Просроченный Доверенность у него только в электронном виде Я говорю Мальчик Ну я же С паспортом Вы можете мне поверить Я говорю Что же вы такие все Не русские Прости господи Я говорю У вас должна быть доверенность Что вы представитель лизинговой компании Документы должны быть на машину Что эта машина принадлежит к лизинговой компании По какому праву она стоит под этим мостом И с какого перепуга я туда полезу Может она в угоне Наставляю там своих пальчиков А потом меня лет на 10 Куда-нибудь на Колыму отправят Объясняю этому представителю лизинговой компании Что продажи должны осуществляться При представительстве представителя лизинговой компании Мне не важно где машина стоит В каком колхозе Но она должна стоять там на законных основаниях И соответственно продажи должен осуществлять представитель А не вот это Вот возьми ключи Слушай можешь мне поверить на слово Это вся ахинея Которую гонят всегда лизинговые компании Вот Ну мальчик достаточно корректный был Мы с ним достаточно неплохо общались После этого он попросил офис Чтобы ему прислали другую доверенность Которую видимо быстро-быстро сделали За 24-й год То есть представляете Человек работает без доверенности Лихо, да? Но с паспортом Сам он тоже не совсем, так сказать, славянин И мальчик потом изрек Говорит Если б я знал, что приедет такой диагност Я бы подготовился Потом я ему сказал Слушай, вот Если б я знал А я знал, куда я еду, да? Вот продажи должны осуществляться С точки зрения закона Потому что вы работаете на основании Устава и законов Российской Федерации Что написано у вас в очередительных документах Они всегда должны так осуществляться С доверенностью С представителем И так далее и тому подобное А не вот это вот Приходит бородатый какой-то товарищ Слушай, я здесь хозяин, да? У меня ключи Поэтому ты должен мне поверить Нормальный подход к делу И да, на лизинговых площадках Сейчас очень много стоит техники Они везде забиты Везде, где только можно Она стоит По одной простой причине Что стоимость запасных частей Резко возросла За последний год, да? Дизельное топливо растет в цене Перевозки осуществляются По ценам 2023 года Соответственно, лизинги В таком объеме Они не выплачиваются Машины отбирают И все площадки завалены И преимущественно эти площадки Содержат вот эти вот ребята Приезжие с Кавказа И поставлено все именно вот так Машины без дизельного топлива Машины без аккумуляторов Машины без представителей Без документов Одни ключи от зажигания Что там происходит Вообще непонятно Если сделать рейд на эту площадку Выяснится, что и вот эти люди Которые там якобы охраняют Эти площадки У них тоже Легальных оснований никаких нет Там находиться Ну, в общем Уголовщина чистейшей воды Но так или иначе В общем-то Вот этот выезд Закончился хорошо Ну вот как тут что посмотреть Если к нему не подойти Просто вот Так называются продажи От лизинговых компаний В этом баке топлива нет Он пустой В этом баке тоже топлива нет Он пустой Передняя часть автомобиля Выглядит вот так Оптика у него уже новенькая Лобовое стекло Здесь хрен чего видно Но лобовое стекло Лопнутое Трещина идет Лобовое стекло Подлежит замене Сергей 525 Наташа Андрей 790 регион Приобреталась машина Видимо в ГТС Или обслуживалась там Глобал трак сервис Скорее всего обслуживалась там С левой стороны на раме Имеется характерный подтек Пока не знаю чего Кабину поднять пока не можем Инструмента нет Машина грязная Поэтому косметических повреждений Здесь особо не увидишь Лобовое стекло Битое Тут даже не видно даты Кабину пока не полезу Пока не будет представителя Задняя стенка кабины Целая Повреждений нет Износ тормозного диска Ну под пробег 1250-350 С правой стороны Износ тормозного диска С левой стороны Приблизительно он Тащит Так же изношен Переднее левое Под выброс колесо Ну это я уже говорил Копоть на ресивере Видно вот так вот Немножко Ну и здесь подтек Из-под уплотнительной резинки Фильтра отстойника Под капотом 22 года Рулевой усилитель не течет 22-й год Заливная горловина Энтеркуллер вроде целый Без следов подтеков и повреждений С правой стороны на раме Тоже масляный подтек Прокладка коллектора Торбо компрессор целый Без следов подтека Течет бачок гидроусилителя руля В интеркулере Справа слева Пятна масла Характерные Видно это хорошо Особенно после турбонаддува После турбины Турбокомпрессора Развод С масляным пятном Втулки подкабинные Целые повреждений нет ЕДЦ-7 ИЦ-32 блок Тяги рулевые Заводские стоят С левой стороны Усилитель бампера Целых повреждений нет Течет гидроусилитель руля Он весь в масле Рама вся в масле Гидроусилитель течет Руля бачок гидроусилителя Коробка троксон Рама вроде целая О, там контактные группы Видно хорошо Проводкой надо заниматься Сидельное устройство Переустанавливалось Судя по всему Или протягивалось Я уж не знаю Прокладка коллектора Пятого цилиндра Закопченность такая Пропускает Одна листовая Передняя рессора ВМА-06К-ZZ1П-188-315 С правой стороны Усилитель бампера цел Повреждений нет Задняя часть Осмотреть Квалифицированно не получается Машина стоит под прицепом Распечатка тахографа 17.02.22.6 км 88.315 Номера немецкие И собственно говоря Аттестация тахографа На территории Российской Федерации Только одна 05.02.23 17.153 км 188.315 ВИН С525НА790 Регистрационные номера С Воронежа Машинка То есть она в 23-м году Только начала ездить И прошла она 160.083 км Холодильник Не включается Ни в какую Подсветка есть Дисплей Дисплей не работает На холодильнике О! Заработал Теперь не выключается Теперь не выключается Показывает неисправность Показывает неисправность Кабина выглядит вот так Кладем ногу на педаль газа Повышаем обороты Смотрим как растут На кикдауне 2.250 Дальше не идет 160.083 км При отпускании Педали газа Начинает похрюкивать Неисправности Датчик подъема кабины Светит И больше практически ничего Наконец-то Подключился Разъем был Немножко Диагностический Штекерное соединение Неплотное 188.315 Вин номер его Дата последнего программирования 22-й год 02.17 И DC7 Плюс С Ошибок нет Параметры Можно смотреть Вот так Количество впрыска 14 мг за цикл Первый цилиндр О! Второй цилиндр Минус 0,00 Но варьируется До 0,25 Третий цилиндр Плюс 0,65 Первый цилиндр Минус 1 Четвертый цилиндр Минус 0,15 Пятый цилиндр Минус 0,35 0,45 Штой цилиндр Плюс 35 0,35 Ограничение подачи 137 мг за цикл Ограничение подачи С помощью датчика ИДС 410 мг за цикл Там Подсос В фильтре-отстойнике Соответственно Возможно Варьируются показатели Но в принципе Даже на холодную Показатели неплохие Крутящий момент двигателя 5,0 5,9 Значение на выходе Регулятора МПРОП 2,2% Относительно крутящий момент Двигателя 7% Давление масла 2,38 Бара Давление топливоподачи Низкое давление 5,24 До 28 26 Прыгает Дифференциальное давление Сажевого фильтра Выхлопных газов 15 Номинальное давление Наддува Отклонение И регулирование Наддува Фактическое Номинальное Порог Перепад Давление И очистки Сажевого фильтра 0 Реальное давление В магистрали От 490 До 502 Прыгает Топливной магистрали Двигатель Не очень равномерно Проворачивается От 598 До 602 Оборотов До 605 Даже Внутренняя температура Блокоуправления 37,5 градусов Температура воздуха Наддува На входе в цилиндры 34,5 градуса Температура выхлопного газа До последующей обработки Машина меняет обороты До последующей обработки 111,8 После обработки 89,4 Катализатор И сажевый фильтр Если он здесь Ну сажевый здесь нет Катализатор чистый Температура Лямбда зонда 77,9,9 То есть до обработки Выхлопные газы Температура 113,8 После обработки 86,9 Катализатор чистый Время работы двигателя От ЕДЦ 4205 МОТОЧСОВ Счетчик работы ЕДЦ 4336 МОТОЧСОВ Что должно Быть Около 200 с копейками Там Тысяч километров В час Пробег здесь Подлинный Итак Второй цилиндр Минус Минус 0,15 Третий цилиндр От БЛЮ От БЛЮ 188 315 Его Идет, да? Снимаете? Да Уровень в баке от БЛЮ 42,8% Система от БЛЮ отвечает Режим насоса Ноль оборотов Напряжение электропитания Есть Напряжение датчика Давления Есть Датчик давления От БЛЮ Запитан Температура до катализатора 111 градусов После катализатора 89 Катализатор чистый Сигнал переключателя ДНР Коробка передач Характеристика Мониторинг Достоверности информации Коробки передач А434 Переключатель ДНР Признаки Центральная Предупреждающая лампочка Мигает красным Движение на остановке Блок управления Вин номер Его Параметрирование проходил Три раза Дата параметризации 17.02.22 Из первого захода У них не получилось Тупые немцы Программирования Флэш-памяти Не было Уже хорошо Дата установки ИБУ 17.02.22 Дата рождения Машины По сути Параметры Крутящий момент Вторичного вала Вала на входе И на выходе Значение Расстояния Двигатель прокручивается Неравномерно Но там подсос воздуха В фильтреотстойники Износ муфты Сцепления 12% Согласно Пробегу Текущая нагрузка Пляшет От 8 до 10% Муфта Абсолютный ход Сцепления 20 мм Включение Положения Для нового Сцепления 17.5 Износ 12% Блок управления ИБС 188.315 9++ 22.01.16 Дата блока Блок родной Параметры Можно смотреть Вот так С левой стороны Датчик тормозной Колодки Неверные показатели Пляшет От 44% До 102% Неправильно Выставленные С датчиком Тут вообще беда С правой стороны 46% С левой 44% Если Электронные Показатели И физические Показатели Сойдутся То колодки Почти под замену Передние 44% И 47% При таком пробеге Интересно Это либо Эксплуатация В горной местности Либо эксплуатация С перегрузом Чуть не в две нормы Датчики АБС Выставлены Правильно Управление Модулем Прицепа 7.7 Барам Но даже Вольтаж По датчикам Говорит о том Что либо датчики Выставлены неправильно Либо колодки Уже истерты До такого состояния Которое Учитывается 45% Остаток Тормозных колодок Круг Центральный компьютер Предварительный нагрев Топольного фильтра Неактивная Неисправность Перемещение ТС Неправильная Информация Левая панель Управление Многофункциональным Рулевым колесом Неисправность Это неактивная Правая Неисправность Подъемная Крышка Неисправность Кнопки Сообщение О неисправности К неправильных Включения Силовой Передачи Круиз-контроль АСС Адаптивная Неисправность Кабина Неисправность Дата 15-го 2-го 24-го Блок управления Ие дата Установки Блока 22-го 02-го 11-го Сопадает Максимальное Ограничение По скорости 19 км в час Машина Не развязана Диагностика Автомобиля С выключенным Двигателем Включенным Зажиганием Боди Компьютер Описание Недоступно Неактивно Неисправность Дверь Стороны Пассажира Отсутствие Света Подсветки Неактивная Неисправность Ну и дальше Неактивные Неисправности По двигателю Идут Резервная Система Жатого Воздуха Давление Питания Контур Первый И четвертый Неактивная Неисправность Машина Долго Стояла Система Шасси Неактивной Неисправности В принципе Активных Нет Ну а теперь Давайте Резюмируем Действия Компании Я имею Ввиду Лизинговой Компании Первое Тот телефон Который мне дали Оказался телефон Начальника Стоянка Это такая Парковка Под мостом Представьте себе Приходит человек В тренировочном Костюме С ключами От машины С бородой Нерусской Внешнести Говорит А ты можешь мне Поверить на слово Машина не в угоне Какая будет у вас Реакция Это раз Второе Приехал человек Представитель Лизинговой Компании Без доверенности Рукописной На руках То есть Без бумажного Его варианта Говорит Ну у меня есть Электронный Ну вот паспорт У меня есть Вы можете посмотреть Я говорю Зачем мне паспорт Если есть Нет доверенности У меня Говорит Есть электронная Доверенность Дальше Мне сбрасывают Электронную доверенность Которая кончилась В 23-м году Я говорю А как так Я говорю Тогда я разворачиваюсь И уезжаю Через немного Сбрасывают Мне электронную Доверенность Которая Датирована 24-м годом Ну и дальше Когда я уже Начал Работать С автомобилем Разговариваю С представителем Компании В принципе Неплохой Молодой человек Да все понимает Все нормально Он говорит Ну если бы я Там знал Кто приедет Я бы подготовился Я говорю А при чем Тут знал Не знал Вы должны Делать Это Всегда То есть Представитель Компании Должен иметь При себе Доверенность Соответственно Паспорт Подтверждающий Что это Действительно Это Лицо А не Ничье-то Другое Соответственно Машина Должна Иметь Доступ Со всех сторон Чтобы можно Было к ней Подойти И осмотреть Автомобиль Да Подъем Кабины Должен осуществляться А то у нас Тут возникли трудности Под мостом Идут электролинии Наверху Пришлось Переставлять Машину В другую Немножку Полосу Поудобнее Чтобы можно было поднять кабину Потому что иначе Просто было невозможно поднять Инструмента Для подъема кабины У них нет Пришлось вытаскивать Свой инструмент Машина Не расцеплена То есть Ну Вот Когда Вот это видишь Да Приходишь И начинаешь Организовывать То что Организовывать Должны Они Вопрос В чем заключаются Продажи Не важно Кто приехал Президент Российской Федерации Или Андрей Диагноз Не важно Продажи Должны Осуществляться Правильно И согласно Законов Российской Федерации А не наоборот Может мне поверить на слово Машина не угодит Это смешно Вот Но тем не менее Работа проведена Машина Вот в таком состоянии В котором вы видели Машина явно Ходила с перегрузами Работала Говорят Где-то на ЖБИ Возила плиты Плохая резина Обусловлена тем Что машина ездила По стройкам Скорее всего Выгружалась Отсюда Порванный Левый баллон Отсюда Уже тренджел Задняя резина Отсюда Больше половины Износ тормозных накладок На тягаче То есть машина Явно ходила с перегрузами По автомобилю Видно Что ее не очень-то Сильно и обслуживали Ну допустим Тот же текущий фильтр Отстойник Да? Резинка Масляное пятно Мокрое пятно Вот Тот же масло Которое течет Из бачка гидроусилителя руля Никто этим не озадачивался То есть видно Что машина Плохо обслуживалась Ну Вот такой вот рабочий день А на сегодня все Спасибо за понимание Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому